Всем привет, я Ольга Петрикова и сегодня мы будем разбирать третий этап G-Drive СМП РСКГ, который прошел на трассе Казань-Ринг. Помогать мне будет в этом пилот программы СМП Рейсинг Михаил Алешин. Миш, здравствуй. Спасибо тебе, что ты нашел время в своем загруженном графике. Я знаю, что ты сейчас плотно занимаешься проектом BR03, но вот хотя бы одним глазком удалось тебе посмотреть российскую серию кольцевых гонок в Казани? Может быть не все гонки, что-то конкретное? Ну, не все гонки. И так, честно говоря, посляп, потому что во время гонки в Казани у нас была первая гонка в чемпионате РЭК. Как раз две наши машины впервые вышли на старт, две наши машины BR03. Поздравляю. Поэтому, честно говоря, во время наших гонок было немножко не до чего. Но я потом так посмотрел немножко результаты. Я думаю, что в этом году будет очень интересный чемпионат. Но вообще хочется о трассе Казани-Ринг поговорить. Для меня лично это очень самая красивая трасса в Российской Федерации, потому что невероятные перепады высот, прекрасные повороты, вот эта гравийная ловушка. Но помимо красоты, мне кажется, ты можешь со мной поспорить, она самая сложная, технически сложная. Так ли это? Или есть сложнее трасса? Я бы не сказал, что она прям самая технически сложная, но она действительно совсем непростая. То есть вроде как она не приводит впечатление какой-то невероятно длинной трассы и так далее. Ну, по крайней мере, если смотреть на цифры. Но когда по ней проедешься, то понимаешь, что есть такие интересные сложности. То есть это перепады высот, конечно, в первую очередь, которые создают у машины дисбаланс. И тебе очень сложно попасть в некоторые повороты. То есть, например, не знаю, как это называется часть, но вот эта змейка такая быстрая, которая идет вниз, вот, и потом оттуда наверх левый поворот. Последняя часть очень скоростная. Вот последние два поворота очень скоростные, очень техничные. Опять же, они очень важны, потому что ты должен подъехать быстро к первому повороту, потому что это очень обгонное место. То есть если последние повороты будешь ехать плохо, то, соответственно, первый поворот ты либо не сможешь обогнать, либо обгонят тебя. То есть, на самом деле, на каждой трассе есть своя специфика. Мне, например, эта трасса вообще очень понравилась. Я так понимаю, для новичков, наверное, она сложнее будет. Сто процентов. Сто процентов она будет непростой. Но, опять же, мне кажется, эта трасса будет хорошим началом для новичков в плане перепада высот перед, например, трассой в Игоре. Потому что я недавно проехался по трассе в Игоре в новую ее конфигурацию. Я могу сказать, что там перепады высот просто сумасшедшие. То есть, это, мне кажется, уникальная трасса будет. И когда чемпионат туда приедет, я думаю, что там прям все очень порадуются. Потому что очень здорово. Так что первое, первое. То есть, это хорошо, да? Что в Казани сначала и там. Конечно, конечно. Потому что люди, которые с перепадом высот не особо работали, я имею в виду пилотов, у них будет возможность немножко попрактиковаться уже перед более серьезным уровнем в этом плане. Так что нет, трасса в Казани мне нравится. Отлично. На этом этапе очень ярким выдался класс спортпрототип. Как тебе вообще этот класс? Может быть, ты сам сидел, например, за рулем того же шортката? Насколько вообще серьезен этот класс? Честно говоря, за рулем именно шортката я не сидел, но я сидел за рулем дедушки шортката. Дедушка шортката – это Lotus 7, который выглядит точно так же. В чем отличие? Да, в принципе, особо ни в чем. То есть, концепция та же самая. Там Lotus, по-моему, чуть мощнее мотора, если не ошибаюсь. И, конечно, меня это привело сильное впечатление, потому что очень легкая машина. Вроде бы мотор там не что-то выдающийся, но за счет того, что масса машины очень маленькая, машина рулится как картинг. Просто настоящая. То есть, очень классная история. И, опять же, если брать то, что у нас сейчас делается в России, я считаю, что это здорово, потому что, окей, это не какие-то там супервысокие технологии. Это доступно, в первую очередь. Но это очень доступно. Это создает массовость в классе. И это именно тот путь, по которому, на самом деле, идет весь мир в автоспорт. Поэтому это абсолютно правильная и классная история. Самое главное, что вот эта машина легенькая, как картинг, она очень хорошо еще учит пилота. Которую можно еще собрать самому. Да, да, да. Что самое интересное. То есть, ну, не знаю, мне нравится эта история, очень классная. Поэтому я только всеми руками за. Давай непосредственно к эпизодам перейдем. Сильнейший завал случился во второй гонке, в первом повороте. Не сильнейший, я бы сказала, массовый завал. Давай посмотрим и разберем. Посмотрим на старт этого заезда. Очень хороший старт удался Денису Корылину. Идет по внутреннему радиусу. Очень поздно тормозит. Большую скорость заносит в поворот. На апексе теряет машину. Его разворачивает. Часть пилота сразу бросается в грави, чтобы пройти по внешнему радиусу Дениса. Часть уходит, соответственно, справа вдоль травы. Но Евгений Крикоте ничего не может сделать. Врезается он в Дениса. Сзади в них влетает Таня Добрынина. С одной стороны Артем Викторов, Сергей Перегудов проходит, ребят, по грави. Но возвращаясь, соответственно, на асфальт, когда вновь взрастают цепные свойства колеса в автомобиле с дорогой, теряет машину, его разворачивает. Он пытается как можно быстрее продолжить гонку. Но Артем Викторов сам, в свою очередь, пытается вернуться в заезд. Блокирует колеса, врезается в Сергея. Удар приходится ровно в этот оранжевый каркас безопасности, который спасает пилота от травм. И если машина Викторова полностью разбита, разбит радиатор, повреждены рулевые тяги. То никаких повреждений серьезных, именно механических, не получает машина Сергея. И он гонку продолжает. Также среди тех, кому повезло, стал Кирилл Киракозов. Пилот Балчук Рейсинг Тимова. Машина получила лишь косметические повреждения. Он отправился в боксы. После ремонта гонку смог продолжить. Вот как раз Артем Викторов смотрим на заезд его глазами. Перед ним Татьяна Добрынина. Разворачивает Дениса. Врезается пилот один в другого. Удар уже был у Артема Викторовна. Но, к счастью, радиатор не разбит. Он продолжает гонку. И вот здесь, поперек трассы, стоит, мы видим Сергея Крикотяева. Он тормозит и врезается в него Артема Викторовна. Очень неприятный эпизод. Даже, можно сказать, страшный. Но Шорткад показал себя с лучшей стороны. Безопасный автомобиль. В общем, полностью защитил своего пилота. Конечно, все участники этого инцидента раздосадованы. Не так они ожидали закончить этап в Казани. Да уж, не часто мы можем увидеть такое на трассах в России. Но с кого тут все началось? Мне вот сложно было в этом асе уследить, кто прав, кто виноват. Ну, опять же, сходя из того ракурса, который мы сейчас видели, мне кажется, что это началось все с Карелина. То есть он как-то очень агрессивно в первом повороте атаковал. И потом у меня такое ощущение, что его начало просто разворачивать. И он создал как бы вот эту вот кашу-малу. Ну, опять же, это, в общем-то, вполне такой гоночный инцидент. То есть это не то, что там он что-то специально это сделал, еще что-то. Такое бывает очень часто. Во-первых, если ты там заносишь слишком большую скорость в первый поворот, резина холодная. То есть это, ну, скажем так, связано, наверное, с опытом в первую очередь. И плюс к этому иногда немножко теряется пространственная ориентация в таких ситуациях. Потому что когда ты оказываешься позади, прямо позади какой-то машины, на холодной шине, вот, ты смотришь на машину, и иногда не замечаешь того, что машину уже немножко твою начинает разворачивать. Вот я думаю, что вот совокупность этих факторов, она и повлияла на то, что мы увидели. Видели мы такой очень неслабый завал. С участием Карелина, который, кстати, это не однофамилец, а непосредственно сын того самого. Ну, именно поэтому я так аккуратно и говорю. А так бы сказал, ах, этот Карелин. Нет, нет, нет. Это действительно гоночный инцидент. У нас есть комментарии непосредственно участников, давай послушаем. К сожалению, попала в замес из семи машин. Не успела увернуться, потому что, как бы, все произошло очень быстро и мгновенно. К сожалению, не успела среагировать. И на этом, в общем-то, гонка моя закончилась. Попреждения очень серьезные, на самом деле. И сейчас даже есть вопросики по поводу, получится ли участвовать в следующем этапе, потому что некоторых запчастей нет в наличии. Ну, будем искать. Произошел первый поворот, который закончился сначала практически удачно, потом случилась какая-то неисправность в дросселе, он немножко залип, и все пошло совсем не так, как хотелось бы. Миджет очень сильно меня протаранил, и, видать, дестабилизировался, и пошел в занос. Далее, едущий сзади шорткат под управлением Дениса Карелина тоже ушел в занос. И в совокупности шорткат и миджет перегородили, ну, как мне показалось, всю трассу. Переходим к классу С-1600. Чем он хорош в этом году? Ну, во-первых, много новичков. И не просто новичков, очень много молодых пилотов. И для всех стало неожиданным, что именно в Казани весь подиум заняли пилоты младше 20 лет. Это вообще положительная тенденция, вот такое омоложение? Конечно, абсолютно. Вообще весь спорт, и не только автоспорт, молодеет. Связано это с тем, что у людей появляется больше возможности участвовать в каких-то категориях, больше тестироваться. Ну, и вообще, если мы берем там автоспорт, то, скажем так, если во времена, когда я выступал и начинал, так скажем, по карьерной лестнице идти наверх, то тогда считалось, что надо именно в чемпионатах там, значит, крутых выступать. И даже не важно, может ты к ним нормально подготовиться или нет. К примеру, я когда первый раз выступал в чемпионате Европы в формуле Рено, у меня перед началом чемпионата Европы было всего два дня тестов. Вот, сейчас все наоборот. Сейчас люди, они вначале очень серьезно готовятся, а уже потом начинают принимать участие в чемпионатах и приводит в результате это к тому, что молодые пилоты, там, особенно если это картингист, у которого уже какой-то бэкграунд там есть, да, за спиной, он приходит в чемпионат, в большинственном тесте, подготовленный и, соответственно, конечно же, объезжает вроде бы более опытных товарищей. Но это кураж, тоже можно сказать, что ты просто вот приехал и захотел, победил. Да, очень важно, то есть с чего как бы человек начинал свою гоночную карьеру, потому что потом это, конечно, ему будет помогать по ходу его ступенек в различных других классах, но, конечно, также очень важно, как я сказал, именно подготовка к любому чемпионату. Ну вот мне хочется разобрать с тобой интересный такой разворот на стартовой прямой с участием Артема Антонова. Комментатор окрестил этот разворот как полицейский разворот, он действительно невероятный, я лично видела такое только в кино, и благо, что он удержал машину и продолжил свою гонку, но мне кажется, это просто повезло, потому что он родился в рубашке, потому что более, наверное, менее, вернее, опытный пилот, наверное, ушел бы в стену. Отмотая несколько секунд назад, можно ли было избежать этот разворот? Оль, ну ты заинтриговала, мне кажется, нам надо посмотреть. Давай посмотрим, с удовольствием. Наверняка ты не помнишь, тем более ты сказал. Вот, пожалуйста, на экран. В этот момент я боролся с Хорошином, и, наверное, Вася Владыкин подумал, что сможет расшириться и поместиться, и, ну, не поместился, и поддел меня чуть, и потом я развернулся. Посмотрели, избежал бы или нет? Мне кажется, можно было избежать, потому что та машина, которая, кстати, сделала вот этот очень интересный разворот, дело было в том, что человек, который позади ехал, вот, помог этой машине немножко, да. Соответственно, виноват в этой ситуации, с моей точки зрения, тот, кто ехал позади, потому что он мог избежать этого инцидента. То есть, если первые два человека, они боролись между собой, там, да, то человек, который едет третьим, он же видит всю эту ситуацию, вот, и он может предугадать, кто куда поедет. Но не получилось. Нет, естественно, если третий бы среагировал и не толкнул его, а вот сам непосредственно участник, Артем Антонов, которого толкнули, он бы избежал, ведь это не от него зависит. Нет, он никак не может избежать то, что делает человек позади него. Если человек едет по траектории, человек, который едет позади него, он вполне имеет возможность предугадать. То есть, даже предугадывать не надо, просто надо держаться чуть-чуть, как бы, ну, более корректно, наверное, по отношению к своему сопернику. В этой тройке наверняка ты заметил первый автомобиль под номером 25, им управляет Даниил Хорошон. Это молодой парень, который, можно сказать, ворвался в российскую серию кольцевых гонок из картинга и с первого этапа стал приходить на подиум. У нас есть интересный тоже момент, невероятный обгон в последнем повороте. Даниил Хорошон не только прошел Стаса Новиков, но и бросился в погоню за Ильей Рочкиным, догнал его и в самом последнем круге, на предпоследнем повороте дистанции, атаковался у соперника, скольжение двух пилотов, за пределами трассы оказывается гонщик и на стейч от G-Team, и Даниил Хорошон прорывается на второе место, вот так вот, с восьмой позиции на вторую, и только у Рустама Фатхудинова он не смог догнать. И то, я уверен, если бы эта гонка была подлиннее еще на два-три круга, то Даниил смог бы справиться и с Рустамом. На последнем повороте был очень красивый для картинки обгон, потому что, естественно, большая скорость, напряжено все до предела, пыль, грязь, и получается такой вот обгон на последнем круге очень все было классно, я думаю. Команда довольна, я доволен, все довольны, у соперников претензий ко мне нет. Знаком ли тебе этот пилот, и в чем вообще его особенность? Вот так взять из картинга, отодвинуть всех и говорить, я теперь впереди. Ну, на самом деле, это знакомо мне по себе, вот, и вообще, то есть, это то, о чем, в общем-то, я уже говорил, то есть, очень важный хороший бэкграунд, то есть, если человек успешно выступал в картинге, даже несмотря на то, что там картинг – это маленькая машинка, она заднеприводная, там, и так далее, вот, все равно человек, приходя на другие ступеньки автоспорта, он все равно будет успешно выступать, да. Поэтому для меня это абсолютно не удивление, то есть, я помню в свое время у меня было то же самое, когда я из картинга приходил в Чемпионат России в гонке уже большие формулы, то есть, все было то же самое, несмотря на то, что у меня там было 14-15 лет, я уже обгонял там взрослых, опытных дядек, просто потому, что у них, скажем так, такого опыта в картинге не было. И, может быть, та же самая история происходит и здесь. В любом случае, это, если мы посмотрим на историю, это такая закономерная история. Ну, закономерная, то есть, получается, что, в принципе, от него можно ждать вот таких стабильных результатов на протяжении всего сезона, и, может быть, он станет чемпионом, да? Вот так сразу из картинга, и… Да все возможно, все возможно. То есть, здесь нельзя ничего исключать. Во-первых, все зависит от него, наверное, да. То есть, если человек понимает, что он может выиграть чемпионат, если он понимает, что он в каждой гонке приезжает на подиуме, то, наверное, ему по силам выиграть чемпионат. Но здесь уже вопрос возникает тому, что, вот ты говоришь, что он молодой, да, это уже, значит, как бы он может быть опытный в картинге, но здесь немножко другая история. Он может быть быстр, но это не значит, что он будет опытен именно вот в такой вот борьбе контактной мы видим, да, здесь это, скажем так, кузовные гонки, это не картинги. Но я смотрю на результат, он на подиуме. Да. То есть, исходя из результатов, ему, конечно, это по силам, но будем смотреть, как будет ему помогать его картинговый опыт именно в борьбе с людьми, которые уже там не первый год выступают в этом чемпионате. И самое главное, опять же, это мораль не сломаться. Потому что, понятное дело, что очень заманчиво было бы в первый год выиграть сразу чемпионат. Вот. И, опять же, если у тебя нет опыта борьбы именно, так скажем, с самим собой в психологическом плане, то вот эта вот психологическая история, она тоже может человека подломить. Но вот исходя из твоего опыта, это хорошо, что ты заметил лучше всего молодому пилоту, который переходит вот такой большой класс, наверное, первый год лучше не выигрывать. Почему? Ну, чтобы как раз-таки морально не сломаться. Нет. Если он может морально... Нет. Я говорю про то, что человек вот едет, но чемпионат же не в одну гонку проходит, да, вот он на подиуме приехал, что-то выиграл, да, у него еще там осталось достаточное количество гонок, он понимает, что может выиграть чемпионат, и вот в этот момент он может именно перегореть. То есть он где-то чуть-чуть переборщит, где-то чуть-чуть ошибется больше, да, потому что он будет стараться еще больше, еще больше выиграть этот чемпионат. То есть я про это говорю. Нет, а я тебя поняла по-другому. Что он выиграет, потом, не знаю, как звезда упала, и следующие чемпионаты, они уже будут такими менее успешны, потому что он себя уже за счет вот этой победы будет ощущать немного выше, но при этом не имеет того опыта, который действительно нужен. Ну, почему? Абсолютно не факт. Такое же тоже бывает. Мы знаем, такое бывает, конечно. Но бывает и другое, что человек выиграет чемпионат, например, а потом его берет какая-нибудь хорошая команда в следующий уровень, например, суперпродакшен или туринг, да, и, соответственно, как бы дальше занимается ростом спортсмена. То есть я думаю, что если он выиграет чемпионат, для него это был бы, конечно, идеальный вариант. Давай к более опытным ребятам, в более мощный класс, туринг, суперпродакшен. Он в туринге в Казани случился первый пол у Кирилла Ладыгина, очень твой близкий товарищ, партнер по команде. Перед казанским этапом он выезжал на трассу МРВ, тестировал свою машину. Мы знаем, что в этом году их команда представила новые весты. И как раз-таки вот на МРВ перед Казани он вроде бы нащупал свои настройки, вроде бы ощутил ту скорость, на которую они жаловались вначале. Можно сказать, что наконец-то они подружились с вестами? Сложно сказать, потому что, честно говоря, я с ними на эту тему не общался. Я знаю, что там есть какие-то небольшие сложности, но опять же, это вполне обычная история, когда у тебя там новая техника абсолютно, ее тоже нужно научить ездить. То есть она, например, по каким-то расчетным характеристикам должна с такими настройками ехать быстрее всего. А иногда в реальности все немножко по-другому, поэтому тебе приходится эти настройки искать. Видимо, то, чем они вот и занимались в последнее время. Я, конечно, надеюсь на то, что они все нашли. Но еще раз скажу, то есть мне много вообще вопросов на эту тему задают. А вот почему? Я говорю, ну, ребят, новая машина, это всегда такая история с поиском все-таки к ней подхода, поэтому это абсолютно нормально. Я думаю, что... Особенно с учетом опыта Кирилла, вообще просто феноменального опыта, я думаю, что у команды проблем не будет. Но мы уже видим, что проблем практически нет, потому что он приблизился максимально плотно к Егору Оруджевых, разделяет всего 5 очков, хотя отрыв перед Казанью был 30 очков. Вот если смотреть на этих двух пилотов, мы понимаем, что у Кирилла опыта гораздо больше, плюс чемпионств уже в этом классе. На кого больше ставка в этом чемпионате? Или еще рано? Тут такая борьба идет страсти, молодость и опыт, и тонкий расчет. Вот мне кажется, вот они очень сильно разные вообще пилоты. Ну, во-первых, ладно, возрастную категорию мы даже не будем трогать. Это один аспект, а второй аспект, что они просто по сути разные. То есть Егор, он такой вот больше эмоциональный, то есть он может там... Ну, то есть вот больше эмоциональный пилот, да? Кирилл, он больше такой вот, условно говоря, просто напоминает. У него такой человек-профессор. У него все должно быть, значит, все рассчитано. И как показывает результаты его карьеры, этот подход себя оправдывает. Оправдает ли он себя в этом году, мы не знаем. Потому что, действительно, Егор, да, это всего лишь его второй год выступления вообще на переднем приводе. Это очень и очень талантливый, одаренный пилот, и у которого есть огромный бэкграунд выступления и в картинге, и в больших формулах, во всех там большинства международных чемпионатов, и в Лимане, и так далее. Так что это будет, на самом деле, сильно очень интересно посмотреть. Наверняка, да, на трассе МРВ уже через неделю мы увидим какие-то новые результаты. Возможно, и Кирилл обойдет Оруджево. Но, действительно, это будет яркая борьба. Впереди еще целых три этапа. И думаю, что развязка будет до последнего. Будем на это надеяться. Еще у нас в туринге интересная борьба между двумя пилотами была Егора Фокина и Максима Солдатова. У нас есть комментарии этих пилотов. Давай послушаем, потом разберем. Инцидент, на самом деле, спорный. Я думаю, что виноваты оба, потому что я не оставил Егору достаточно места, когда его начало развалтывать. А Егор допустил небольшой контакт ранее, который привел его машину в нестабильное положение. Из-за этого случился контакт дальнейший, более сильный. Максим, видимо, как-то не совладал своими эмоциями и просто вот вытолкнул меня на последнем круге с трассы. Мне просто там не оставалось уже места. Я ехал по траве. Ну вот, пожалуйста, Фокин у нас не первый год ездит в РСКГ, а Максим Солдатов только пришел из картинга, и он не заменил. То есть он и там, и там выступает до сих пор. Вот такая ситуация. Кто из них прав, кто виноват? Ну, вообще, у них была очень красивая борьба, по-моему, мы видели, достаточно корректная, вот, до как раз последнего круга. Мне показалось, что вот при выходе на вот эту длинную прямую все-таки у Солдатов была возможность избежать вот этого финального инцидента, когда Фокин, кстати, сильно попал на траву. Ну, парень из картинга. Парень из картинга, да. То есть, скажем так, у него была возможность чуть-чуть остаться левее, оставив Фокину больше места на выходе, и все равно бы, скорее всего, он бы вошел в следующий раз в следующий поворот первый, и, соответственно, он бы уже выиграл к концу круга, он бы точно выиграл гонку. То есть у него была возможность в инциденте избежать, вот, ну, а у Фокина этой возможности не было, с моей точки зрения. Так что, ну, можно назвать, наверное, гоночным инцидентом, но таким прям... С натяжкой. Да, с натяжкой. Ну, кстати, Фокин попадает не первый раз в подобные передряги. В Казани уже во второй гонке его опять провел Захар Слуцкий, и у Захара Слуцкого тоже это не первая такая стычка. Давай тоже посмотрим, что было. Не знаю, когда у нас начнется в классе честная борьба, в частности, с одним из пилотов, Захар Слуцкий. Как-то человек, видимо, не умеет чисто ехать. Опять-таки, вот, третий поворот, первый круг, сильный удар в заднюю часть автомобиля. Автомобиль летит впереди, идущий автомобиль Павла Кальмановича, просто боком я в него лечу. Вот, у меня просто полчасти автомобиля уже после столкновения с Павлом нету, и, соответственно, ни о каком-то там продолжении какой-то хорошей гонки речи уже и не идет. Для меня этот этап прошел довольно-таки привычно, довольно-таки стабильно. Я, как обычно, получил пенализацию в 30 секунд, и получил именно тогда, когда попал на подиум, а именно выиграл гонку. Честно сказать, даже не расстраиваюсь, уже, ну, прям ожидаемо, так скажу. Немножко не согласен с решением судей, я считаю его немножко некорректным, потому что инцидент произошел на первом круге, во втором поворосе. Эти инциденты не должны так жестко рассматриваться. Также прошу заметить, что я очень долго пытался доказать судьям, что моя машина не может ускоряться самостоятельно, без взаимодействия с каким-либо автомобилем сзади, потому что при моем нажатии тормоза, и чтобы было видно прекрасно на анборде, моя машина ускорялась. Такое невозможно без какой-либо машины сзади, которая упирается тебе в заднюю часть бампера. Такое ощущение, что и в первом эпизоде с солдатом, и во втором Фокин остается жертвой. Что скажешь по этому эпизоду? Ну, я, наверное, с тобой соглашусь, потому что у Фокина, ну, так скажем, когда тебя просто бьют в заднюю часть машины в медленном повороте... Зачем? Молодой что-то? Не знаю, может быть, просто отсутствие опыта, может быть, Слуцкий не ожидал, что Фокин раньше затормозит. Но, опять же, это, так понимаю, первый круг, поэтому тут надо, понятно, что держать дистанцию, у кого-то чуть лучше прогрессорезина, у кого-то чуть хуже. Сто процентов здесь нет никакой вины Фокина. Это абсолютно однозначно. Он никак не мог избежать столкновения с машиной, которая просто в него пролетела. Вот эти он вылетел на других машинах, которые ехали сбоку от него. Ну и... Да, не самый, конечно, удачный для него этап, это точно. Но на этом этапе не только у них были столкновения. На самом деле в каждом классе очень много столкновений. В том же классе Суперпродакшн сильно пострадала машина Леонида Панфилова. Почему вообще так много аварий? Почему так много контактов? От чего это зависит? Профиль трассы или что? Во-первых, трасса, конечно, непростая. Непростая трасса. И дорогой аспект это то, что в этом году чемпионат на одну гонку стал поменьше. И я думаю, что некоторые люди, ну они вполне логично стали считать, что каждый этап он как бы еще более важный, чем был до этого. Например, в прошлом году, когда было больше гонок. Поэтому они, конечно, стараются реализовать весь потенциал своей машины, и как бы себя и команды в каждой гонке, что иногда приводит к каким-то ошибкам. Ну, это моя версия. А может быть просто, может быть просто, ну иногда так складывается. Я понимаю, если бы это был последний этап, но когда впереди еще три, и на экваторе сезона столько столкновений, потому что мало этапов. Ну, буря там какие-то, может, магнитная. Я не знаю. То есть это только мои предположения. Ретроградный Меркурий. Типа того что-то, я не знаю. Я в этом не очень разбираюсь, но действительно, мы разбираем уже сколько эпизодов. Да взять тот же самый эпизод с теми же самыми шорткатами в первом повороте, когда там просто половина пелетона там замесилась. Ну да. Наверное, это немного необычно. Впереди центральный этап сезона трассы МРВ. Она знакома тебе от и до. Что скажешь о ней? Егора, ты похвалил. У меня с трассой Москва-Рейс вообще связано огромное количество приятных, позитивных эмоций, потому что первая гонка вообще на этой трассе, которую я проводил в 2012 году, это была мировая серия Рено. И как раз я тогда выступал в этом чемпионате. мировом. И этот чемпионат приехал первый раз на трассу Москва-Рейсовой. И я помню, как, ну, я сам был в шоке от того, насколько качественно сделана вообще вся инфраструктура, насколько интересна трасса. И вот действительно, тогда было очень странное ощущение, что ты, ну, все время забываешь, что ты находишься в России, когда находишься на этой трассе. Потому что это действительно трасса, ну, просто мировых стандартов, которые придерживаются. Ну, собственно, она по ним и сделана. И так остается до сих пор. То есть это, эта трасса уже 10 лет, как раз недавно исполнилась. И она точно так же замечательно выглядит. Такая же качественная, как и в первый день, по-моему, открытия. Вот я помню, сколько было положительных отзывов тогда от моих коллег международных, там, пилотов из международных серий, которые сюда приезжали и говорили, слушайте, ну, как бы у вас просто классный трасс, вы молодцы. Вот, поэтому, кстати, пользуясь случаем, хочу поздравить Москва-Рейсовой с первым юбилеем. Вот, большое вам спасибо, ребят, вы очень большие молодцы. А что касается экватора, чемпионата на этой трассе, то эту трассу, конечно, знают, наверное, лучше всех. У меня такое ощущение, большинство пилотов. Поэтому там, конечно, все будет очень жестко, очень плотно в квалификации и, наверное, будет также в гонке, что, соответственно, будет очень интересно посмотреть. Миша, спасибо тебе большое за беседу. Ну, с удовольствием мы тебя еще раз пригласим, обязательно приходи. Спасибо. Это был Михаил Алешин, но для всех любителей автоспорта, я напоминаю, что уже в эти выходные стартует четвертый этап российской серии кольцевых гонок, который пройдет на трассе МРВ 20-21 августа. Приходите все желающие и смотрите. Настоящее автомобильное шоу будет очень интересно. Но все подробности на сайте rskg.rf. С вами была Ольга Петрикова. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok